Так, ну что, давайте начинать. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Угримова Ольга, я нутрициолог. Занимаюсь с клиентами не только похудением, занимаюсь различными аспектами изменения образа жизни. Все это делается при помощи питания и, собственно, налаживания различных аспектов, которые приводят к тому, что... Замечательно. Что наша жизнь должна быть долгой, что мы должны прожить ее качественно, должны иметь хорошее количество энергии для того, чтобы в старости и с возрастом, собственно, проживать жизнь полноценную. Лишний вес — это, очевидно, большая проблема современного человека. И цель моего вебинара — рассказать вам о том, какие существуют проблемы, мешающие вам похудеть. Понятно, что отлично работает система, когда мы говорим о дефиците калорий, что калории, которые поступили к нам, должны быть в разы... Ну, не в разы, а в какое-то количество должно быть меньше, чем те калории, которые мы потратили. Как только мы создаем дефицит калорий, наш вес уходит. Это замечательная схема, но чаще всего она не работает, потому что такая схема работает только тогда, когда мы говорим об абсолютном здоровье, когда у нас нет гормональных сбоев, когда у нас хороший инсулин, когда у нас хороший сахар, когда у нас качественные продукты и так далее. К сожалению, я не видела, анализов я видела очень много, но я не видела ни разу человека, у которого не было бы причин, мешающих ему похудеть. Не все хотят похудеть, некоторых вес устраивает, но даже если вас устраивает свой вес, то наверняка вы хотели бы более подтянутое тело, и тогда речь идет о том, что вы хотели бы изменить композицию своего тела, и, соответственно, соотношение мышц к жировой ткани. Вот мы сегодня поговорим о тех аспектах, которые могут мешать вам похудеть, и моя задача – замотивировать вас на то, чтобы вы проверили некоторые показатели своего здоровья, о которых я расскажу, для того, чтобы убедиться в том, что вы здоровы, либо найти причину и ее устранить, потому что лишний вес – это, конечно же, следствие какой-то проблемы. Безусловно, на протяжении всего вебинара мы будем иметь в виду, что питание человека нормальное. Это означает, что оно не содержит изобилия сахаров, оно не содержит огромное количество выпечки, глютена, кулинарии, каких-то полуфабрикатов, пельменей и так далее. То есть мы говорим об адекватном, нормальном питании. Итак, здоровый образ жизни, конечно же, это здоровый вес. По здоровому образу жизни принято понимать не только питание, конечно же, активность, активность физическую, ваше мышление и здоровый мозг, есть уже такой термин, и, конечно же, ваша окружающая среда. Потому что если даже вы будете делать попытки правильного питания, регулярно занятий спортом и так далее, но если вы будете жить в токсичном доме или иметь какой-то источник загрязнения рядом, то, конечно же, все ваши усилия будут напрасны. Вы не сможете говорить о том, что вы живете и занимаетесь здоровым образом жизни. Для того, чтобы нам с вами оценить, какой план работы и какое количество лишней жировой ткани у вас имеется, есть несколько понятий, которые нужно ввести для того, чтобы мы могли оценить. Есть такое понятие, как рекомендованная масса тела. Я здесь не приводила формулы, некоторые только формулы приводила. Все эти формулы можно легко найти на различных онлайн-калькуляторах. Они практически все сделаны по одному подобию. Поэтому вы можете проверить на нескольких. Вы сдаёте параметры своего тела, и, собственно, калькулятор вам считает. Считает те показатели, о которых я буду говорить. Первый – это рекомендованная масса тела. Есть точка здоровья, относительно которой мы определяем, насколько у человека дефицит или, наоборот, избыток веса. Не всем эта рекомендованная масса тела нравится в силу того, что иногда это достаточно завышено. Для меня, например, моя рекомендованная масса тела на 5 кг выше той, в которой нахожусь я сейчас. Конечно же, мне в ней менее комфортно. Например, если я соберусь вновь забеременеть и так далее, я начну это делать в рекомендованной массе тела. Почему? Потому что в этой массе организм здоров. Нужно запомнить, что здоровый организм просто так не жиреет. То есть вы здоровы, у вас было все в порядке, и вдруг вы начали толстеть. Даже если вы будете систематически переедать, наша система, метаболизм устроена так, что организм будет стараться достаточно длительное время сделать так, чтобы вы не набирали излишки жировой ткани. Ну а тут уже, если вы переедаете вследствие, например, стресса и так далее, то это уже нездоровый организм. Это уже есть, например, в состоянии патологического стресса. Итак, рекомендованная масса тела. Вот я вам рекомендую ее запишите себе, чтобы вы это просчитали и знали, что это за показатель, какое отношение он имеет к вашему весу. А вот, кстати, формула о том, как можно это рассчитать, либо это делать на онлайн-калькуляторе. Индекс массы тела, безусловно, достаточно простой показатель, но, тем не менее, мы должны его знать, потому что вы должны определять, в каком диапазоне вы находитесь, дефицит, недостаточные нормы, избыточное отжирение и так далее, чтобы вы прекрасно в этом ориентировались. Он тоже очень легко рассчитывается, опять-таки, можно воспользоваться интернет-калькулятором. Процент жиров в организме точно так же можно посчитать по формуле. Конечно же, есть погрешность. Сейчас об этом чуть дальше расскажу. Посмотрите, пожалуйста, для мужчин считается нормой 10-15%. До 20-20% это уже достаточно много, но 10-15% для мужчин это норма. Мужчины, которые, например, занимаются бодибилдингом и сушатся и так далее, они иногда имеют 6%, 8%. Это же, конечно же, состояние не для того, чтобы в нем жить. Это состояние для выступления, и оно, конечно же, опасно для жизни. Для женщины нормой жировой ткани считается 23%. Это прямо такая хорошая норма. Больше или меньше тут уже зависит, собственно, от вашего образа жизни. Если у вас 25% или 26%, не радуйтесь, потому что иногда даже сложнее 25% жировой ткани приблизиться к 23%. Поэтому здесь... Но то, что вы рассчитаете по формуле, опять-таки скажу, будет иметь погрешность. А вот здесь наглядно есть много фотографий, которые мы с вами знаем в интернете, где показаны проценты жировой ткани. А вот на мужчинах здесь показано хорошо, а вот на женщинах не очень, потому что 15% жира у женщины выглядит еще более сухо, чем здесь на картинке. Ну, в целом, чтобы вы понимали, да. В принципе, по картиночке можно себя узнать и понять, какой у вас процент жира на данный момент. Для того, чтобы мы с вами говорили про похудение, нам нужно понимать, что такое похудеть. Состав тела играет решающую роль в этом процессе. Посмотрите на картиночке. Девушка, обе девушки в 75 килограммах, но только у них разное соотношение мышц и жира. Вот, посмотрите, там, где 40% мышц от 30% жира, выглядит намного лучше, чем 35 и 35% жира, да? Вроде бы стройнее. Но если посмотреть на рельеф, то по мне так 35 на 35% выглядит лучше. Хотя, конечно, тут, так скажем, на любителя. Но, тем не менее, задача этого слайда продемонстрирует вам разницу в составе тела, чтобы вы понимали, для чего нам нужно знать соотношение жира и мышц. Вот так, кстати, выглядит наша жировая ткань. Мы сейчас чуть дальше к ней перейдем. Для того, чтобы мы с вами понимали, с чем мы хотим расстаться, мы должны четко представлять, так сказать, врага в лицо. Вот перед вами жировая ткань, она выглядит именно так. Вот здесь вот бугорки, это как раз разросшиеся адипциды. Сейчас расскажу, что это такое. И они, собственно, создают тот рельеф кожи, который называется целлюлитом. Мы чуть позже тоже про него поговорим. Для того, чтобы мы с вами правильно понимали теологию жировой ткани, нам необходимо с вами понять ее функции. Здесь я вам представила всего лишь 5 функций. Конечно же, их намного больше. Но вы должны понимать хотя бы эти 5 для того, чтобы знать, с чем же вы расстаетесь. Итак, функция жировой ткани – накапливать жир и сохранять энергетический запас. Нужно понимать, что у организма самая главная его задача – это выжить и накопить. Но накопить не слишком жира, когда мы видим вот такие огромные животы, там фартуки по 30-40 килограмм, а мы говорим о нормальном подкожном жире, который поможет спастись в холодную зиму, поможет выжить, если вдруг настанет голод и так далее. Также жир окружает внутренние органы и желудочно-кишечный тракт, защищая их от механических сотрясений и травм. Это очень важная, кстати говоря, функция, потому что если бы не было жира подкожного, висцерального, мы про него тоже поговорим, то наши органы получали бы травмы. Поддержит оптимальную температуру организма, выполняя функцию теплоизоляционного слоя. Вот здесь очень важно. Люди, которые полные, им всегда жарко, они начинают входить в майки, в феврале. Люди, у которых недостаток жировой ткани, чаще всего мерзнут. Иногда этот процесс нарушается вследствие, например, патологии щитовидной железы. Но поэтому, например, по этой функции можно отследить, как у вас как раз с ней обстоят дела. Дальше функция жировой ткани состоит в том, чтобы накапливать жировостворимые витамины А, Д, Е и К. Это тоже очень важно, потому что без этих витаминов, к сожалению, жизнь невозможна. Ну и выполняя эндокринную функцию, это самая важная функция, выделяя в кровь ряд необходимых веществ и ферментов, то есть гормонов и ферментов. Вот так выглядят наши жировые клетки. Это настоящая фотография. Перед вами вот эти кругленькие штуки, это адипоциты, как раз жировая клетка, а все, что остальное, это соединительная ткань. Ну, мышцы, не мышцы, вернее, да, соединительная ткань. А вот внизу у нас с вами рисуночек. Здесь представлен сам адипоцит, его строение. Внутри этого адипоцита находятся три глицериды, собственно, жировая капля. Очень интересные есть несколько фактов про адипоциты. Они заключаются в том, что количество адипоцитов у каждого человека закладывается еще в утробе матери. Мы не говорим о генетической предрасположенности к полноте, мы говорим о том, что вот количество адипоцитов просто заложено. Вот у кого-то их там 500 тысяч, у кого-то их 550 тысяч. Это совершенно не влияет на то, будет полным человек или нет. Адипоциты могут быть не заполнены до краев три глицеридами, они могут быть вообще неактивны. При накоплении жира адипоцит растягивается, увеличиваясь в размере. То есть сам адипоцит способен, как у нас был с вами слайд, где его уже распирает. Но если количество жира достигает максимума, то клетки начинают размножаться. То есть то количество адипоцитов, которое закладывается в утробе матери, оно может размножаться. И тогда, собственно, нет предела совершенства, нет предела в наборе веса. Обратного превращения не существует. То есть если адипоцит размножился, сам адипоцит не исчезнет. Можно лишь три глицериды, которые содержатся в адипоците, убрать из клетки. И, собственно, это и означает похудеть. Излишки жировой ткани являются причиной системного воспаления в организме. То есть, собственно, жировая ткань человека – это и есть воспалительный фактор всего организма, который наносит достаточно серьезный урон всей системе. Помимо обычного белого жира, у нас есть еще бурая жировая ткань. Это очень интересная такая вещь. Сейчас ведутся очень интересные исследования, которые заключаются в том, чтобы активировать, в изучении активации бурого жира, которая может помогать сжигать, собственно, калории, ну, сжигать белую жировую ткань. Вот кому об этом интересно, вы можете об этом почитать поподробнее, потому что уже достаточно много в открытых источниках есть информации. Вот здесь я вам привела четыре правила, которые помогают в активации. Это правила закаливания. То есть если мы говорим о том, что вы хотите активировать бурую жировую ткань, то здесь нам нужны закаливания контрастной души, крио-сауна, но не обычная сауна. Либо обычная сауна и баня, но небольшое количество нахождения, небольшого количества времени в бане, то есть, например, там 10 минут, 5 минут холодный душ. То есть у вас должно быть очень сильное изменение температуры. Избыток инсулина угнетает, мы про инсулину будем говорить, искусственное освещение. Здесь у нас с вами будет про режим сна и отдыха. Это тоже будет, мы будем об этом говорить. Ну и физические нагрузки. Это, конечно же, тоже очень важно. Вот здесь вот нарисовано, на картиночке показано, у деток количество бурого жира, оно располагается, оно вот здесь вот красненьким, подсвечено. В общем-то, именно этот бурый жир позволяет ребенку быть термоустойчивым, поэтому нет смысла вообще детям до 6 месяцев одевать носки, бояться, что они простудятся и так далее. Единственное, от чего они могут болеть, это вирус. А сами они прекрасно регулируют температуру собственного тела. То есть не надо думать, что это жарко, холодно и так далее. Именно этот жир отвечает за выживание и вообще за, ну да, за выживание на ребенка. С возрастом количество бурого жира становится меньше. Вот здесь на слайде, где голубым помечено, это то, где базируется наш бурый жир, взрослого человека. На втором слайде показано, где базируется белый жир, да, и где он может откладываться. Жир может откладываться неравномерно. Невозможно похудеть только в одном месте, что вот, например, я часто получаю запрос, что человеку хотелось бы похудеть в икрах, в шее или еще в каких-то органах. Сделать это невозможно. Невозможно предугадать, откуда будет жир уходить в случае, если у вас получилось задействовать все метаболические способности организма для того, чтобы организм похудел. Поэтому вот видите, где он базируется? Бедра. На икрах он уже базируется. Если он уже отложился здесь везде, то он, значит, видимо, переходит на икра. Вот как раз про биопедансный анализ состава тела. То есть нам с вами необходимо знать рекомендованную массу тела, индексы массы тела, процент жира и вес жира. Вес жира для того, чтобы мы смогли с вами вычислить костную, вес костной ткани и, собственно, вес мышечной ткани. Самый правильный способ определить состав тела это сделать биопедансный анализ состава тела. Вот здесь представлен слайд, как выглядят результаты этого исследования. И здесь очень полно и достоверно, то есть если мы с вами считаем по формулам, то есть некая погрешность. Ну, знаете, как плюс-минус, но все равно. То есть, например, мы не можем с вами посчитать вес воды в организме. Мы не можем посчитать вес костной ткани. Вот, например, за весом костной ткани женщинам после 40-45 необходимо следить более строго, потому что остеопороз и прочее, это такая вещь, которая начинается бессимптомной, когда человек уже узнает о том, что у него есть остеопороз, уже достаточно поздно что-либо сделать. То есть если вы видите, что со временем количество костной ткани у вас на этом анализе уменьшается, то это большая проблема. А делать такой анализ, я считаю, что правильно раз в год. Сделать его можно во всех, например, фитнес-центрах и так далее, только смотрите, чтобы анализ проводил врач. Раз в год, если вы будете делать такой анализ, вы будете понимать, насколько правильно ведете вы образ жизни и как у вас обстоят дела, например, с мышечной и костной тканью. Переходим к основным аспектам, мешающим вам похудеть. Что у нас здесь? Гормональный дисбаланс. Что бывает? Бывает дисбаланс половых гормонов. Сразу забегу вперед и скажу, что предиктором всех проблем, которые мешают вам похудеть, собственно, является нарушение, первично всегда нарушение питания и образа жизни. То есть, например, дисбаланс половых гормонов легко может привести на недостаток в жировой ткани, который повторяется из года в год, голодные диеты, избыток, например, каких-то эстрогенов питания. То есть все это, начальная, отправная точка, это всегда питание и образ жизни. Потому что питание — это единственный способ, при помощи которого мы воздействуем на организм. Поэтому всегда первично. Еще раз повторюсь, это питание и образ жизни. Итак, значит, дисбаланс половых гормонов, дисбаланс гормонов щитовидной железы, углеводный обмен, инсулина, лептин, диабет первого и второго типа как следствие нарушения инсулина и лептина и усталость надпочечников, если мы говорим о избыточном кортизоле и так далее. Дальше что у нас может быть? Дефицит витаминов и минералов, когда у организма просто недостаток ресурсов. И вместо того, чтобы худеть, организм, наоборот, запасает, потому что чувствует состояние дефицита. Что здесь самое частое? Железодефицитная анемия, которая диагностируется, наверное, у каждого второго. Даже, мне кажется, в 80% случаев либо железодефицит, либо железодефицитная анемия. Состояние кишечника. Иногда бывает железа у человека в его питании достаточно, но проблема с кишечником. Кишечник не дает усваивать это железо, это раз. Либо там живут какие-то паразиты, которые съедают это железо. Кандиды очень любят железо. Дефицит витамина D. Свойство дефицита витамина D и связь его с излишками жировой ткани уже доказано. Поэтому, если вы еще не принимаете витамин D, то необходимо сделать это как можно скорее. Недостаток растительной пищи, а именно клетчатки, точно так же ведет к запорам, ну и, собственно, и так далее, и так далее, и так далее. И тоже этот фактор может мешать вам похудеть. Системное воспаление, аутоиммунные заболевания. Ну и, собственно, недостаток калорий и вечной диеты. Сюда мы, опять-таки, это ведет к дисбалансам гормонов, недостатку витаминов, недостатку белка. Ну и, собственно, токсины. Вот сейчас мы разберем некоторые аспекты, которые здесь представлены. Здесь на этом картинке вам показаны, чтобы вы понимали гормональные оси. Ну, например, как у нас связаны гормональные оси щитовидной железы. Вот здесь как раз, кстати говоря, можно сдавать анализы. Если сфотографировать этот слайд, то будет понятно, какой сдать анализ для того, чтобы увидеть, как у вас дела. То есть, например, вот по щитовидке. Это ТТГ, Т3, Т4, антитела. Если мы говорим про половые гормоны, то это про лактин, про гестерон, тестостерон, эстрадиол, ДГА. Что для мужчин, что для женщин. Ну и, собственно, кортизол. Кортизол сдается в суточной слюне или моче. Мочу сдать, как правило, сложнее, а вот слюну сдать проще. Только такой анализ будет эффективен. Кортизол, который вы сдаете с утра, натощак может быть непоказательным. Ну, опять-таки, этот слайд не очень хорошего качества, но он очень замечательно показывает все те органы, которые занимаются выработкой гормонов, для того, чтобы вы понимали. Все вопросы, пожалуйста, я вас прошу не в чат, в чат мы только срочные вопросы задаем. А вопрос-ответ у вас есть такая вот кнопочка, вот туда, пожалуйста. Я в конце вебинара отвечу. Контроль пищевого поведения. Так, не отвлекайте нас, пожалуйста. Итак, контроль пищевого поведения. Начнем мы с самого начала. Лептин, инсулингрелин. Лептин – важный гормон, который тоже можно прекрасно сдать и увидеть в состоянии выработки этого гормона. Норма 5-7. Гормон насыщения регулирует обмен веществ, вырабатывается во время сна. И полноценный вообще для работы всех, для выработки всех гормонов необходим грамотный сон. Поэтому, когда я говорю о том, что вам нужно устранить дефициты, научиться ложиться правильно спать и спать эффективно, это самая главная панацея для того, чтобы вылечить практически все проблемы. Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста. Вот именно меня спрашивают, какие БАДы попить, какую выпить таблетку, научитесь спать. Это самое важное, что вы можете сделать для себя, и это бесплатно. И для этого не нужно покупать никакие БАДы. Просто научиться грамотно спать. Если мы говорим про связку грилен-лептин, то грилен стимулирует чувство голода. Лептин подавляет чувство голода, если он вырабатывается в нормальном количестве. И если вы переедаете, то этот лептин заставляет вас начать двигаться, либо каким-то образом сжечь калории. Грилен – гормон, который отвечает за чувство голода. При нормальном уровне гормона мы испытываем чувство голода в нужное время. Если гормон у грилена повышен, то мы чувствуем постоянное чувство голода. Гормон грилен точно так же может быть из-за регулярного недосыпа, из-за частых приемов пищи. То есть, когда мы едим, очень важно есть по чувству голода. Дробное питание, которое так у нас рекламировали тренера фитнес-индустрии, оно подходит для тех, кто занимается всерьез наращиванием мышечной массы. Потому что мышцы растут при высоком инсулине. Высокий инсулин добивается тем, что мы едим дробно. Поэтому эта система хорошо работает, когда человеку нужно вырасти. Вырасти в размерах, увеличив мышечную массу. Когда мы говорим о похудении, то дробное питание подходит не всем. Но есть генетические... Только генетика нам может ответить, какое вам питание подходит. И, собственно, нужно пробовать методом проб и ошибок. Поэтому трехразовое питание, если вы на трехразовом питании при устранении всех проблем, которые есть сопутствующие, у вас не получается похудеть, ну, мы уже здесь смотрим. Кому-то два подходит, кому-то четыре. Ну, пять нет, но иногда это четыре. Если длинный день, то четыре. Иногда приемы пищи, но тут нужно пробовать. Самое главное, кушать нужно тогда, когда у вас хороший приступ голода. Потому что я напомню, я писала об этом в постах, что хорошее чувство голода и представление о том, что вы сейчас будете вкушать пищу, представить тарелку, почувствовать запах. Это очень важно для того, чтобы вырабатывался желудочный сок, повышалась его кислотность. Например, ходить в ресторан – это очень здорово, по причине того, что вы открываете меню, начинаете представлять то блюдо, которое вы хотите съесть, и в этот момент уже запускается процесс пищеварения. И кислотность вашего желудка, ну, собственно, она повышается. Инсулин. Я в конце вам покажу несколько слайдов с анализами людей, чтобы вы убедились в том, какую роль играют эти гормоны. Инсулин – самых сильных и самых важных гормонов, которые контролируют очень многие процессы в организме. Напомню, что современные гинекологи уже знают и практикуют лечение питанием таких заболеваний, как миомы, поликистоз яичников, потому что высокий инсулин при этих заболеваниях обнаруживается в 100% случаев, и снижение уровня инсулина, снижение воспаления, как следствие, приводит к тому, что эти заболевания удается компенсировать. Вы должны понимать, что уровень инсулина происходит, подъем инсулина в крови происходит в ответ на потребление пищи. Чем сложнее и медленнее углеводы, то есть мы берем клетчатку за основу, тем меньше он поднимается. Чем в блюде больше простых и быстрых углеводов, тем уровень инсулина поднимается выше. Вы должны понимать, что реакция инсулина на прием различных макронатуриентов тоже различна. Например, на углеводы мы увидим с вами очень высокий подъем на уровне инсулина. На белки он чуть меньше, на жиры практически нет реакции. Поэтому правильнее начинать любой прием пищи с белков и жиров. если у вас есть углеводы в приеме пищи, то вы их должны съесть в конце. По крайней мере, начинать с них трапезу. А вот здесь показан как раз слайд, который отвечает за частое дробное питание. Это нижний слайд. Задача для худеющего человека, для человека, который хочет продлить свою молодость, держать инсулин низким. То есть вы съели прием, у вас наступил прием пищи, после приема пищи инсулин через некоторое время начинает снижаться, и мы держим длинный перерыв питания, держим низкий инсулин. Вновь прием пищи. Когда у нас низкий инсулин, инсулин не мешает выработке других гормонов, и, собственно, организм способен худеть, заряжаться энергией, и так далее, и так далее, и так далее. Если частые приемы пищи, то у организма нет шанса держать низкий уровень инсулина, и тогда происходят проблемы. Этот слайд очень наглядно это иллюстрирует. Какие подарки от инсулинорезистентности? Ну, диабет второго типа инсулинорезистентности, это все понятно. Практически у каждых органов есть клетки-мишени, которые имеют восприимчивость к инсулину. Инсулинорезистентность – это как раз, когда клетки становятся невосприимчивы. Значит, какие у нас инсулинорезистентность, высокий инсулин может быть предиктором таких заболеваний, как инсульты, катаракты, ишемическая болезнь сердца, острый панкреатит. Подагра, болезнь желчного пузыря, сыроз, бесплодие, синдром поликистозных яичников, кстати говоря, аномальные менструации, аномальные менструации и задержки. Здесь, не знаю, слушают ли нас мужчины, но я это проговорю, извините, если вы услышите лишнее, но обильное кровотечение во время менструации, это первый звоночек для того, чтобы проверить уровень инсулина в крови, потому что это важно. Рак груди, матки, шейки, матки, кишечники, пищеводы, то есть изначально можно говорить о том, что высокий инсулин, как следствие, это воспаление, воспаление может привести сначала к каким-то хроническим заболеваниям, а какие-то хронические заболевания могут перерасти собственно в рак. Поэтому такие вещи, как инсулинорезистентность, конечно же, нужно убирать. Уровень кортизола. Инсулина и кортизол тесно связаны между собой, и кортизол стоит обмянуть в рамках работы с лишним весом, потому что он часто тоже, как и инсулин, бывает причиной, которая мешает вам похудеть. Вот здесь на графике показано голубым то, как кортизол должен вырабатываться в течение дня, а красным то, как кортизол вырабатывается при хроническом стрессе и при нарушениях. Значит, утром, на пике, если вы правильно просыпаетесь, от первого звоночка, когда вы, если начнете анализировать свой сон, то вы заметите, что практически в одно и то же время вы просыпаетесь для того, чтобы посмотреть, сколько времени, пойти в туалет, попить и так далее. У всех это разное время. 5-30, 5-6, 6-30, у кого-то 7, у кого-то 7-30. Пик кортизола поднимает вас для того, чтобы вы начали свой день. Если вы ложитесь спать дальше, то ваш кортизол снижается. Дело в том, что в первой половине дня высокий кортизол – это правильно. Это наша энергия, это хороший аппетит, это правильная работа всей гормональной системы. Поэтому ваша задача проснуться с первым звоночком. То есть, если мы говорим о гигиене сна и правильном сне, то это ранний подъем вот с этим первым звоночком, когда вас потянуло в туалет или проснуться. Дальше к вечеру, задача кортизола – к вечеру начать снижение. Ну, то есть с обеда он начинает снижаться. Если у вас есть вечерняя тренировка, вечерний просмотр, обильный просмотр телефона, соцсетей, телевизора и так далее, это все автоматически кортизол поднимает. И мы с вами видим вот эту красную линию, которая у нас в течение дня высокая. Она практически не снижается. Высокий кортизол поднимает инсулин. Высокий кортизол поднимает аппетит. Ну и, в общем-то, дальше у нас идут различные проблемы, которые связаны с хроническим стрессом. И мы видим ожирение, которое, знаете, какое, надо было мне вставить слайд, есть очень показательная картинка. Тонкие ножки, достаточно маленькая попа, а дальше живот, большая грудь, спина, руки, шея, горбик такой вот у женщин, знаете, есть сзади. Вот это вот все признаки высокого кортизола. Дело в том, что у нас есть гормон кортизола, нужно рассматривать связки с мелатонином. Сейчас вот на следующем слайде будет более понятно. Мелатонин, как только снижается кортизол, то примерно с 6 часов, с 7 вечера начинает работать гормон мелатонин. Гормон красоты, гормон, отвечающий за качество сна. Если он не начинает правильно вырабатываться, пика его приходится на час, на два ночи, это как раз самая глубокая фаза сна. Если его глушит высокий кортизол, то вы имеете бессонницу, вы имеете опять-таки хронический стресс-синдром и проблему со многими другими гормонами. Что важно? На гормон мелатонин, который начинает вырабатываться с вечера, влияет искусственное освещение. То есть яркий дневной свет ночью, вернее вечером, это нехорошо. Голубой свет от экранов. Почему я всегда говорю о том, что экран вашего телефона должен быть желтым? Сейчас я вам покажу. У меня это выглядит, знаете, как, я уже даже не отличаю. Не будет, наверное, видно через камеру. У меня он всегда желтый. То есть я всегда поставлю. На айфонах есть такая функция, наверное, на других телефонах тоже есть. Различные стрессовые, звуковые, повышенная громкость и так далее. Это все влияет на мелатонин. У меня об этом есть много информации в Инстаграм, вы можете посмотреть. Поэтому свой уровень мелатонина к вечеру нужно беречь. А кортизол нужно после обеда снижать. Поэтому я очень, если у вас есть проблемы с лишним весом, есть проблемы с инсулином и кортизолом, я очень не рекомендую вечерние тренировки. Тренируйтесь на пике кортизола, который у вас наступает примерно через 2-3 часа после сна. Это очень важно. Это важно, потому что тренировка будет эффективна. Тренировка не навредит вам, и на тренировку у вас будет хорошее настроение и достаток энергии. А тренировка вечером помешает выработке мелатонина. Излишний кортизол способствует накоплению жировой ткани, снижает регенерацию костной ткани, тормозит образование глюкозы, способствует росту мышечных тканей, но здесь как бы и способствует выработке инсулина. Но здесь мышцы растут вместе с жировой тканью, поэтому это, конечно, в обычной жизни нам, если вы не бодибилдер, не подходит. Токсины – очень важная составляющая здорового образа жизни и процесса, когда мы боремся за здоровый вес. И нужно понимать алгоритм, откуда берутся токсины. Токсины бывают экзотоксины внешние и эндотоксины, которые у нас, а, собственно, внутренние продукты нашего обмена веществ. Примежуточные метаболиты и конечные – это, в общем-то, продукты распада. Давайте поговорим про внешние. Что такое внешние? Внешние токсины. Радиация. Кстати, вот сегодня многие блогеры выложили статью, выпустил ее, не вспомню кто. Человек прошел с прибором, который измеряет уровень радиации по московскому метро и по улице, по некоторым московским улицам. И он очень интересно и показывает исследование, как фонит даже от некоторых людей, которые, например, проходили там рентген. У них запредельный, ну, не запредельный, а неразрешенный. Разрешенный до 15 рентген, а метро, гранит, которым отделана станция метро, тоже радиоактивный. И, в общем-то, это очень интересно. Я, если найду, я выложу, вернее, я выложу сейчас в Инстаграм, почитайте, это интересно. Электромагнитный смог – это все наши с вами приборы, начиная от микроволновок, заканчивая этими же айфонами, беспроводные наушники. Это доказано, что уже доказано, что эти вещи не несут никакой пользы, и поэтому нужно это класть как можно дальше, когда вы спите, тем более, ну, и пользоваться этим, не носить в карманах, то есть все-таки заботиться о себе. Промышленные токсины. Дело в том, что любой токсин может помешать выработке какого-то гормона, и тем самым нарушив всю систему метаболизма. А бытовые токсины, пищевые токсины, лекарственные токсины, косметика, парфюмерия, инфекции, ну, и вредные привычки. Для того, чтобы вы понимали, как поступают токсины в организм, это через ЖКТ, полостерта, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, дыхательная система, носоглотка, то есть мы можем токсины дыхать, через кожу и слизистые. Дальше это все попадает в кровь и лимфу, в сосуды, в печень и оседает в межклеточной жидкости, в соединительных тканях и суставах. Ну, здесь еще один слайд о том, как токсины влияют на нашу жизнь и где они берутся. Существует также, конечно же, кстати говоря, психологические факторы, мешающие нам похудеть, нарушение пищевого поведения. И это важно, и я очень рекомендую прорабатывать эти вещи с психологом. Если вы затеяли изменения в себе, изменения в образе жизни, то нужно это делать вплаве с психологом, потому что это достаточно сложный процесс, и я считаю, что у современного человека должен быть тренер, нутрициолог и психолог. Ну, наверное, еще кто-нибудь. Если мы с вами устранили все те причины, которые мешают вам похудеть, гормональный дисбаланс, дефицит витаминов, минералов и токсины, и так далее, то мы с вами приходим к нормальному метаболизму и как следствие снижение веса. Что такое метаболизм? Метаболизм – это сложный набор химических реакций, система, отвечающая за переработку пищи в энергию и вывод отходов этой переработки в живом организме. Самое важное, что вам нужно понять про метаболизм, что еда, которая съедена вами, превращается в энергию и не откладывается про запас. Как происходит сжигание жира? Этот слайд я очень вам рекомендую сфотографировать и вспоминать о нем, когда у вас будут опять-таки проблемы, например, с лишним весом. Что происходит, если мы просто делаем себе дефицит калорий? Если наши проблемы с вами, которые мешают нам похудеть, не устранены? Первым уходит вода и мышцы. Поэтому мы с вами видим на весах, ой, я похудела на 10 дней, на 2 килограмма, в этом нет ничего хорошего, когда я слушаю такие вещи, я понимаю, что человек неправильно выстроил свою систему похудения, и, собственно, он сейчас потерял сначала воду, а потом он потерял мышечную ткань, и это опасно. Опасно для здоровья, и это плохо и эстетически некрасиво. Для того, чтобы начал гореть жир, мало нам сжигания, мало нам дефицита калорий, нам нужен дефицит энергии и поступление излишка кислорода. То есть, мы говорим о кардионагрузке. Сейчас я дальше поясню. Вот здесь у нас с вами, пожалуйста, посмотрите, на картинке изображено один и тот же по весу, допустим, килограмм. Килограмм жира и килограмм мышечной ткани. Вы видите, что это абсолютно разные объемы. Поэтому, когда мы говорим о похудении, нам совершенно не важны килограммы, нам важны объемы. Потому что, если вы занимаетесь похудением, изменением состава тела, то с приростом мышечной ткани ваш вес может стать еще больше. Тогда это будет для вас, если вы будете смотреть постоянно на цифры весов, для вас это может быть каким-то сложным психологическим фактором. А вот если вы измеряете объемы или каждый раз в неделю меряете джинсы, которые вам были малы, вот тогда это может быть уже интересно. Итак, при похудении мы избавляемся не от жировых клеток, а от жира, который находится в них. Вспоминаем адипоцит и триглицериды. Для этого необходимо, чтобы в организме появился дефицит энергии. Тогда организм выбрасывает в кровь особые ферменты и гормоны, которые транспортируются по кровотоку к жировым клеткам и высвобождают жир из жировой ткани. То есть триглицериды забирают из адипоцитов. Жир после того, как высвободился из жировой клетки, транспортируется вместе с кровью к мышце. Когда он достигает этой мышцы, то ему нужно сгореть в митохондриях в наших электростанциях человека. Кто не знает про митохондрии, очень вам рекомендую про них почитать. Это крайне интересно. И вот чтобы жир смог сгореть, ему необходимы ферменты и кислород. Кислород – ключевое слово. Если в организме будет недостаточно кислорода или ферментов, то жир не сможет превратиться в энергию и опять отложится в организм. Вот здесь очень важно это понять, что вот этот путь, он сопровождается выработкой ферментов. Но ферментов не тех, которые у нас там, например, отвечают за переваривание пищи, а ферментов, которые необходимы для именно транспортировки и утилизации триглицеридов. Поэтому и кислород. Вот так выглядит митохондрия. Мы сейчас на них не будем подробно останавливаться. Вы про них можете почитать, если вы ничего не слышали. Вот так выглядит у нас нормальная кожа, когда наши адипоциты не превышают своих размеров, когда они равномерно растянутые, количество триглицеридов в них нормальное. Когда количество триглицеридов в них слишком запредельное, то наша кожа выглядит вот таким образом. Это и есть целлюлит. Когда мы с вами идем на массаж, глупо полагать, что массажист способен высвободить триглицериды из адипоцитов, и помочь вам похудеть. Массаж прекрасная вещь, так же, как и любая аппаратная косметология, которая делает лимфодренаж и убирает лишнюю воду, которая скапливается вот здесь, когда мы говорим о разросшихся неравномерно адипоцитах. Убрать излишнюю воду, да, это абсолютно верно, но питанием и кардионагрузками мы должны поспособствовать тому, чтобы триглицериды из клеточки из адипоцита вышли наружу. Тогда это будет вместе эффективно. Просто при помощи массажа похудеть невозможно. Ну, в общем-то, после того, как мы с вами обсудили все те аспекты, которые могут мешать вам похудеть, вы должны понимать, что не существует универсальных диет, которые подходят каждому. в зависимости от проблем, которые есть у человека, диета будет той или иной, и это скорее не диета, а изменение образа жизни на длительный срок. Ну, в рамках этого вебинара мы не говорим еще о генетике и о других проблемах, но коротко и ясно при помощи этой информации я думаю, что вам уже есть повод задуматься. Так, а теперь я вам покажу анализы, которые точно так же могут вас простимулировать. Вот посмотрите, пожалуйста, что есть ключевое. Лептин при норме 5-7 у девушки здесь есть лишний вес. Девушка пыталась худеть, она что только не делала. Ну, в общем-то, когда она увидела, что у нее лептин зашкаливает, все стало понятно. А когда мы увидели, что пролактин высокий как следствие стресса и высокого кортизола, нам стало все понятно. То есть лептин и кортизол собственно являются теми помехами в похудении, которые ну и собственно и были обнаружены. Вот здесь мы с вами видим инсулин 13,8. Например, это уже другая девушка. Высокий инсулин, здесь уже можно говорить об инсулинорезистентности. Конечно же, с таким инсулином похудеть будет крайне сложно. Весь организм будет настроен на то, чтобы наоборот запасать. И здесь сон и 2-3 приема пищи будут играть ключевую роль. Как бы это не было парадоксально. так, здесь мы с вами видим лептин, да, это я вставила сюда для того, чтобы лептин на первом слайде у нас с вами был 69, а здесь он 86, то есть это запредельно. Но я видела еще больше. Я видела более 100, когда уже не может лабораторные оборудования продиагностировать больше, чем 100, потому что она настроена до 100. здесь мы видим избыток отрилицеридов, то есть это как раз у нас присутствие излишка жировой ткани. Общий высокий холестерин, как следствие наверняка недостатка растительной пищи. Ну и в общем-то без вот этих вот, без устранения этих аспектов девушке крайне сложно будет похудеть. Так, что же делать? Маленький такой чекап для того, чтобы вам было проще сориентироваться. Выявить проблемы физического здоровья, выявить дефициты макро- и микронутриентов, выявить проблемы психического здоровья, как мы с вами говорили, что о том, что все-таки психическое здоровье это важно. Устранить токсичное воздействие среды, тоже важно. Подобрать способ восстановления психоэмоционального здоровья, медитировать, йога, да что угодно, главное это делать. Наладить режим сна и гигиенусно, подобрать питание, подобрать оптимальный способ физической нагрузки. При этих восьми пунктах сто процентов вы сможете добиться результатов. Вот такие нехитрые действия, в которых нет никакого большого секрета, могут привести вас собственно к цели. А если я недавно написала девушка дневник пищевой гречка и огурец, она ест пять дней в неделю, а по субботам и по воскресеньям у нее что-то мил, но что-то она не худеет. Ну понятно, что при таком питании здесь конечно большое количество проблем. Если вам недостаточно информации, то я сейчас готова ответить, вот у нас есть с вами десять минут, я готова ответить на ваши вопросы, вы можете их написать в окошечко вопрос-ответ. И у этого вебинара есть полная версия, я делаю его бесплатно для того, чтобы у всех была возможность понимать и оценивать состояние своего здоровья. Есть полная версия, недавно прошел этот вебинар, он в двух частях, поэтому если вам не хватило информации, вы можете на сайте собственно посмотреть и купить запись того вебинара. Так, я отвечаю на вопросы, поэтому пожалуйста пишите, чтобы я вам ответила. Итак, пожалуйста подскажите на какой день цикла правильно сдавать ТТГ и Т4, без разницы это с циклом не связано. Здравствуйте, как при гипотериозе похудеть? Ну, очень просто нужно, если вы знаете о том, что у вас гипотериоз, то вы, значит, у вас какие-то приняты меры уже по поводу устранения, да, либо вы поддерживаете это щитовидную железу БАДами, либо вы принимаете препараты для щитовидной железы, собственно, дальше нужно нам знать, есть ли у вас аутоиммунный процесс какой-то, если он есть, то при нем диета определенная строится, если его нет, по той схеме, которую я описала. Огромное спасибо, после вечерних тренировок не могу уснуть по несколько часов, теперь понятно почему. Да, конечно, поэтому вечерние тренировки это очень опасно, если у вас нет возможности заниматься утром, хотя, если вы научитесь вставать рано при первом позыве кортизола, то, возможно, у вас будет время на утренние тренировки, ну, допустим, если у вас их нет, то я рекомендую вам научиться любым способом релаксации, либо вы можете после тренировки ехать на какой-то расслабляющий массаж, либо вы можете принимать ванну с магнием, магниевые хлопья есть на хербе, прекрасная вещь для того, чтобы расслабиться, вы можете лежать на коврике, медитировать, каким-то образом питанием себя расслаблять, но главное это делать, потому что то, что вы делаете насильно свой организм подвергается такой нагрузке, это, конечно, опасно. Можно ли сразу после завтрака? Ну, слушайте, если завтрак будет хороший, то да. Ну, желательно, конечно, выдержать минут 30-40 хотя бы. Благодарю, вебинар этот насыщенный информацией значительно больше, чем первый. Очень ваше дело, нутрициолога. Хорошо, спасибо. В чем разница между железодефицитом и железодефицитной анемией? Ну, анемия – это уже состояние патологическое и крайне опасное, а если мы говорим о железодефиците, то это начальная стадия, когда нехватка железа вступления в организм, и здесь уже с этим проще работать, чем с железодефицитной анемией. Кстати, по железодефицитной анемии у меня тоже есть вебинар, очень интересный, на сайте можно купить запись. весы с анализом процента жира, которые продаются сейчас в Huawei, например, будет ли верна информация? Но это не безделушка, это точно такая же формула, которую я вам продемонстрировала. 100% информации она не даст, вы можете также посчитать по формуле это все, это вообще не проблема. Добрый вечер, правильно сначала есть салат, а потом суп и второе? Ну, давайте так, салат, суп, второе, они совсем вообще верные между собой продукты, вот суп давайте отсюда уберем. Что такое сначала съесть белок и жиры? Допустим, на вашей тарелке лежит котлета, тушеные овощи и зеленый салат, допустим. вы начинаете есть с котлеты, затем вы подключаете салат, затем тушеные овощи. Посоветуйте, где сдать анализ на состав тела? В любом, в любой крупной фитнес-сети, например. Так. Дарья Козлова. Ниталия, это Дарья, с которой мы знакомы, подскажите, пожалуйста, как влияет ЖДА на процесс похудения? Очень легко. Железо-дефицитная анемия, самое важное, что она за собой несет, что это недостаток кислорода для всех тканей и органов. Мы с вами только что видели процесс сжигания жира, когда кислород играет ключевую роль. Ну, а во-вторых, когда у организма недостаток средств для самообеспечения, железо-дефицитная один из самых важных микронутриентов, то организм не будет ресурсов и похудеть. Полезно ли гулять перед сном? Да, конечно, гулять на здоровье. Добрый день. Какое процентное соотношение жиров, белков и углеводов должно быть при нормальном поддержании веса? Это достаточно сложный вопрос, и я на него не могу ответить однозначно, потому что нужно знать состояние вашего здоровья. и стопроцентный ответ вам может дать генетический тест. Угадать невозможно. Нужно пробовать, и все-таки нужно сдавать анализы, потому что в любом случае обнаружится какая-то история. Например, высокий инсулин, железо-дефицитная анемия, либо еще что-то, и это нам продиктует как раз вот это соотношение жиров, белков и углеводов. Универсальные схемы по БЖУ мы обсуждали на вот большой часть, вернее, на этом же вебинаре, который платный, запись которого есть на сайте. Так. Вечером тренируюсь, но приезжаю и падаю, и нормально засыпаю. В 22 глаза закрываются сами, независимо, была ли тренировка. Это нормально? Ну, наверное, это нормально, значит, у вас нет никаких проблем с кортизолом. Скорее всего, да. Да. Ну, я не буду сейчас сюда разбирать анализы в рамках этого бинара. Извините, пожалуйста. Тренироваться натощак не нужно. В этом нет никакой, у этого нет никакой вообще подоплеки, это не доказано, не доказана эффективность этого. Единственное, что это может снижать уровень инсулина, на четверг был прямой эфир с тренером и тренер подтвердил мои слова о том, что нет никакой связи с тренировками натощак и эффективностью тренировок самих. Огромное спасибо за такие полезные интересные вебинары. Пожалуйста. Ольга, вес 51, рост 164, жировая масса 23%, 23% по биопеданцу или по формуле? Занимаюсь фитнесом, слежу за питанием, но целлюлит никак не уходит. В чем может быть проблема? Проблема может быть в том, что у вас нарушен отток жидкости, нарушена собственно, я думаю, что если вы подключите массаж и научитесь пить воду, потому что про воду вы не указали и у вас будет нормальным сон, то я думаю, что у вас будут подвижки. Ну и слежу за питанием, да, здесь нужно понимать, какое количество углеводов у вас в рационе. Как алкоголь влияет на похудение? Алкоголь на похудение, конечно же, влияет. Тормозит метаболические процессы – это раз. Заставляет вас больше есть – это два. Как принимать омегу? Не давайте вопросы те, которые касаются вебинара, не будем, мы сейчас все. Апсориаз может быть осложнением при снижении веса? Нет, у этих заболеваний разных этиологий. Апсориаз – это аутоиммунное заболевание, когда собственные клетки атакуют себя же. Добрый вечер. Через какое время стоит проверить ферритин после капельного введения? Через месяц, как минимум. Добрый день, а как аид влияет на похудение? Аутоиммунное заболевание влияет на похудение следующим образом. Это всегда связано с кишечником, это всегда связано с ограничением групп продуктов, которые могут вызывать хроническое воспаление и пищевую непереносимость. После обеда постоянно хочется спать, днем при возможности спиться прекрасно, ночью сплю гораздо хуже. Что проверить, лучше исключить дневной сон, обназначен исключить дневной сон, потому что, видимо, у вас падает кортизол и наладить питание. Как только вы это сделаете, у вас будет все в порядке. Есть ли БАД, лекарства, или что-то помогает кортизолу или только медитации? Есть, конечно же, но в совокупности правильнее всего работает режим дня и питания. Куриные яйца. Все с ними прекрасно, яйца полезны. Спасибо вам за информацию, очень интересно и насыщенно. Друзья, спасибо вам. Друзья, я не буду отвечать про ферритин, про нормы. Как бороться с высоким кортизолом? У меня есть об этом несколько постов в Инстаграм, пожалуйста, посмотрите. Если вам недостаточно информации, я повторюсь, что есть полная версия этого вебинара, где подробно рассмотрен каждый пункт. Купить его можно на сайте. Я сейчас не занимаюсь рекламой вебинара, я сейчас просто говорю о том, что если вам не хватило информации, кому-то хватает вот этой информации в бесплатном варианте, человек идет, сдает анализы и, собственно, находит причину и прекрасно себя чувствует. Кому-то этого недостаточно. Ну, каждый может выбираться. дело за вами. Я благодарю вас за то, что вы провели со мной этот вечер. Я надеюсь, что информация, которую вы сегодня получили, была для вас крайне полезна. и я надеюсь, что вы будете здоровы, стройны, ну и бодры. Спокойной ночи. Ложитесь вовремя спать. Ну и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok